Доброе утро! Сегодня утро у нас началось с того, что к нам полицейский зашел в гости. Мы тут припарковались возле ресторанчика Денис, но они позвонили в полицию, сказали, и тут стоит какой-то рвишка. Вот он приехал, попросил нас, чтобы мы поменяли нашу локацию. Вот что мы и делаем. Не знаю, как там все получается, но как-то получается. Вот там стоит машинка полицейская. Сейчас я на повороте еще попробую ее снять. Такой нормальный полицейский попался. Он просто сказал, да нормально все, ребята, просто позвонили мне, пришлось мне. Вот так вот началось наше утро. Бывает и такое. Нормально, зато утром это просто рабочие пришли. Я видел, они где-то сейчас у нас 8.20, правильно, пора вставать, нечего спать. Много, хотя мы поздновато легли. Вот, но, 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 как-то вот так. Едет у меня на хвосте. Вот этот полицейский. Нормальный, добрый парень. Ему самому было неловко нас беспокоить, скажем прямо. Он говорит, ну, позвонили, я вот и ехал. Подождал, убедился, что мы точно уехали, и все. Никаких штрафов, никаких проблем с этим не было. Да, и кстати, всем доброе утро. Вот здесь сейчас на парковке таргета станем и будем кофе готовить, что ли. Итак, я делаю супер бутерброд на завтрак. Я взял вот такую булочку, или как он называется, не знаю, взял вот такой спред. Это спред с лобстером, еще чем-то там. Вот, и беру несколько этих огурчиков. Жена, ты можешь мне положить, а то у меня рука, это не совсем удобно мне ей ложить. Вот, вот сюда, смотрите. Вот так несколько огурчиков кладем, и бутербродик получается просто-просто сказочный. Еще два мне надо. Четыре мне мало, а мне надо пять. Перфекционисты? Не знаю, кто я, но вот. Хватит. Ну, такой пятый положила. Ну, кто-то же должен его есть. Ну, ладно, ладно, хорошо. Вот такой бутербродик. Итак, ребятки, значит, мы идут возле Таргета, позавтракали, попили кофейку, сходили в Таргет. Вот, а сейчас смотрим, рядышком с нами минут 18-20 находится пляж. Поэтому едем, посмотрим, может, детвора наши выкупаются. А я еще видео смонтирую, и движемся дальше. В общем, утро такое сегодня немножко дождливое. Хоть и нам, можно так сказать, что перебили сон сегодня с утра, но все же думаю, что будет хороший день. Поэтому едем пока на пляж, ну, а там посмотрим. И дальше будем прорываться в сторону Калифорнии. Погода сегодня нелетная, хотя мы еще во Флориде. Нам сказали, что во Флориде на дождь обращать внимание не надо. Поэтому мы едем на пляж, не обращаем внимания на дождь. Точнее, на тучи. Дождя еще пока что нет. Уже нету дождя. Дождь уже прошел. Заезжаем на какой-то мост. А он ничего такой себе. Там залив. И залив. Полиция. Что он делает? Снимается? Да, снимается. Сидит с пенопрямо, снимает. Еще третий. Машин мало. Понимаешь, работы сегодня мало. Я не знаю, какая тут скорость. Я ехал себе и ехал. Да ты не быстро ехал. Они, наверное, и рассчитывают на то, что машин мало. И кто-то будет просто лететь. Вот там уже впереди, похоже, кто-то улетел, наверное. Наверное. Видишь, столбик сбитый. Да. Ну, вчера еще не много людей пил. И, кстати, вы видите, да, что здесь тоже полицейские стоят с радарами в кустах. Не, они не в кустах, они так открыто, но... Они обычно на дороге на боковой, чтобы быстренько раз и выехать. Ну, да. Рассидим. Это так круто. Всякие развлечения для детей. Да, он закричит. Дом падает, смотрите, ребята. Землетрясение вчера, кажется, было. Смотри, пальмы полностью перевернулись. Прикинь, сейчас еще Титаник не перевернулся. Вау! И Титаник, да? Даже дом не перевернул. И дом падает, вот это да. Да, и горнут уже. Смотри, он уже перевернулся, торнадо перевернул. Слушай, ну это ж надо, что они тут утворили, а? Вот это и зашрились. Титаник встречи, Най. Да, не слабо. Титаник встречи, Най. Титаник встречи, Най. Да. Вот это они и зашрились, и зашрились. Да, неплохо, они тут пахнут жить. И горы, вот это. Курортный такой городочек. Очень много всяких фишек для детей, каких-то парков. Кстати, я успел заметить, что в Макдональдсе набирают на работу, дают 14 долларов на старт. Кто хочет подработать, это большие отели, я думаю. Это даже не квартиры. Вот там, наверное, квартиры, которые почти как в Киеве. Дальше. Все, мы подъезжаем к пляжу. Мы сами не знаем, припаркуемся ли мы там. Да, найдем ли место, сейчас попробуем. Ну, поглядим. Многоэтажная парковка есть, но мы туда не влезем. Очень веселенький пешеходный переход. И креативный. Креативный. Как в курортном городе. Волнышки, волночки и солнышко. Тут в этом городке какие-то мастера скульптур. Да, слушайте, кто-то старался. Это акула. Акула, мама. Мам, это акула. Я понял. Вот, решили заехать на РВ парк. Узнать, сколько здесь тает. Если затормозить на ночевку. Здесь у всех такие огромные трейлеры. Места есть, в принципе. Ну, если они не зарезервированы на сегодня. Карантин не помеха. Люди отдыхают. Мне кажется, наоборот. Люди все повыбирались из городов и сбежали на отдых. Потому что, ну, да сколько можно уже тут с этими карантинами. То карантин, то погромы, то опять карантины. Значит, я узнал, здесь, получается, есть свободное место. 128 долларов нам будет переночевать ночь вот в этом парке конкретно. Вот прям за через дорогу океан. И хороший пляж. Но мы, наверное, не будем за 128 долларов оставаться. Дороговато. Мы потратим деньги на что-то другое. Хорошо, поехали. Ехали, ехали. В конце концов, уперлись в какой-то стейт-парк. Ну, а стейт-парк, как вы уже поняли, нам нравится. Поэтому мы, вот смотрите, если на карту посмотреть, мы вот здесь прям. Видите? Значит, называется Святого Андрея стейт-парк. Значит, въезд сюда на машине, в которой не больше 8 человек, 8 долларов. Ну, так вот. Там стейшн нет, но зато выход к океану есть. И можно за 8 долларов припарковаться, постоять полностью весь день. Ну, я так поняла, у них можно и на ночь оставаться. Там получается, потому что она спросила у тебя, ты на дневной? Да, правильно, да, да. Кемперс Драйв. Что, закрыто? Да, закрыто там. Может быть, у них... Поэтому едем смотреть выход к океану там и так далее. Ну, мне кажется, это нормально, потому что 8 долларов заплатили. И у нас на день есть как бы доступ к океану, к пляжу и так далее. Это снег или песок, ребята? Это песочный снег. Песок выглядит как снег. Дима, вот смотри, вот там где-то поближе к дорожке. Становимся. Ты меня снимаешь? Да. Я опять впереди? Да. Идем. Как думаешь, что с мужиком? Подожди, подожди, подожди. С каким мужиком? Я уже так не шел, как-то спереди сейчас. Я уже не шел. Широко. Вот, видишь, вот этот пляж слева? Да. Идеально для малюсеньких детей. Волн ни капельки нет. А мы пойдем чуть-чуть с другой стороны. Ага. Там есть чуть-чуть волочки. Так. Но смотри, что не малыши, они хотят драйву. Поэтому идем на драйв. Идем на драйв. У тебя очки классные. У тебя шлепают эти тапки. Шлеп-шлеп. Шлеп-шлеп. Ой, ну тут красиво, ребятки, смотрите. Ну, пляж идеальный. Пляж вообще классный. Это Мексиканский залив, если кто-то из вас не в курсе. Это городок, называется Панама-Сити. И мы находимся на пляже. Ой, песочек весь как муха, да? А мальчики наши где? Леви. 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 Ой, какой тут пляж. Смотрите, какая красота. Слушайте, вообще. Какая голубая вода. Вау. Смотри, Захар, ты где? Они только пришли, мы вот на него ведро надели. Ну ты спокойнее будь. Сейчас раскопаем тебя. Смотри, что мы тебе купили. Что ты не можешь? Вода очень чистая и просто красивая, голубая. Мы здесь плаваем, ныряем. Да, Семен? Да. А что ты себе выбрал доску с таким рисунком? Я вижу там филетовую. С сердечком, прикинь. Сердечком. Я не бегу уже. И подходит человек, который справляет. Не забирает. Что? Кого? Мама. Вот я Integritas вызвал. Я его себе. Окей, это сложно. На этом пляже сложно без очков. Я знаю, я тут слышала, что она плохая, да? Очень, надо орать. Надо орать буквально. На этом пляже без очков очень сложно. Но здесь классно, ребята. Нам нравится. Конечно, мы тут в футболочках. Ну, в общем-то, вот так как-то. Чтоб не сгореть. Все равно романтика, ребята. Я предпочитаю купаться в футболке и потом спокойно спать ночью. Как будто 20 лет назад, родная. Ага. Ну, слушай, 20 лет назад... Вот этих хвостов у нас не было, да? КОНЕЦ 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 Да, я за. Ладно. Вот. Реклама какая, видишь? Да. Все увидят, обратят внимание. А мальчиков все не можем вытащить из воды. А здесь души с пресной водой, ребят. Я надеюсь, что с пресной. Проверим. Проверяйте. Да. Пресная вода, Захар? Соленая. Ты прям футболки здесь моешься? Ну да, ты предлагаешь мне раздеться. Хватит меня зима. Я чуть соленым хоть лицо обмою и ноги в соленую воду. И сейчас моем песок. Захара говорит, папа, давай футболку будем оба пузатыми. Не пузатыми, а галапузами. Сейчас будем эти вот... Прикинь, папа. Да. Я хотела вам приготовить сюрпризные сосиски. Сюрпризные. Достаю уже сосиски из холодильника. Потом понимают, что я не знаю, где сковородка. Мам, где сковородка? Позрафельма. Ты хотел маму приготовить обед? Какой ты у меня умница. Сюрпризные сосиски не получились. Ну спасибо, что ты хотел, Занов. Я уже, мне приятно от того, что ты хотела. Обед у нас сегодня готовит Саймон. Сейчас. Только Саймон футболку будет. Да ладно. Сегодня можно быть повару с обнаженным торсом. Напрятым? Давайте. Ну ты как-то комментируй, как там твои... Разбиваешь яйцо. Так. Ну. Берешь, разбиваешь второе яйцо. Пока наши сосиски жарятся, мы... Может сюда ложимся. Разбиваем. Четыре яйца. Не, надо больше, дорогое. Четыре яйца много. А, я не заметил тех. Четыре. И... Это что? Пять. Вчерашний. Теперь начинаем мешать сосиски. Они сейчас подгорают уже. Надо шнур убрать, мальчики. Я предлагаю. Перевернули. Оба-ма. И продолжаем разбивать. Семен, так ты посолил уже яйца? Нет. Сейчас буду солить вам. Показывать как. Берешь, поскольку у нас такая неудобная ванночка будет. Мы берем. Эй, ты что? Ты что? Ты что, смотришь, я ездил, сынок? Не так соленее? Нет, чуть-чуть. Я умею. Возьми, пожалуйста, щепотку. Руку посоли, дорогой. Нет, я не умею такую щепотку. Так оно нормально получится. Да, я как-то... Переснуешь. Я говорю с экспириенсом. С экспириенсом? Да. Сынок, я предлагаю... Я перевожу. Это он говорит. Я говорю из своего опыта. Вот он наш... Кстати, какой, идеальный или не идеальный обед у нас сегодня? Идеальный Семен же готовил. Идеальный обед сегодня. Семен готовил. Вот такое яйцо получается, сосиски, кетчупы всякие, майонезы. Кто готовил, тот и ест. Кто готовил, тот и ест. Вот такой перчик. И огурчики еще. Так, ну что, мы пришли покупать сувенирчики для вас, господа. Я думаю, возьмем на один подарок вот такую кепочку. И на второй подарок возьмем вот, 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 ну не знаю, вот такую футболочку. Женская, я так понимаю, футболочка. Вот таких два подарочка будет. Кому нравится, ставьте лайки. Кто уже хочет их получить, тоже можете написать в комментах. Так, мы уже все, накупались. Люда еще пошла с Захариком выкупать его напоследок. Вот. Сейчас мы идем в наш домик. Вот, подарочки для вас купили. Теперь идем. Я дальше сажусь, монтирую видео, пока жду блюду с Захариком. И потом дальше огонь. Все, вылетаем из Флориды. И рвем когти на Калифорнию, господа. Я сейчас бегу, потому что меня попросили принести камеру к Захару. Потому что он там что-то получил. Ему дали что-то попробовать. Он пробует. Это была его мечта. Я сейчас бегу. И бегу быстро. Но это очень устает. Устаешь, когда ты так бежишь. Сейчас туда приду и включу камеру. Покажу. Да, Захар договорился с ребятами. Взял доску у них попробовать. И изучает новый вид спорта. Уже упал раз десять. Но это его не останавливает. На задницу. И ну посмотрите, как пацаны катаются. Это что? Скучно. Что? Ты пойдешь купаться? Не пыталась еще планировать? Ну, видишь, доску теперь он ее будет. Пока не умрет. Да. Вот он малой. Я присынул. Ух. Есть контакт. Вот с этим парнем он договорился. Зак уже запыхался. Молодцы, ребята. Подсказывают и мучат. Да, еще дальше они делают, чтобы дальше эти они не ударят. Парни. Пусть, пусть, пусть. Пусть, пусть, пусть. Че страшно? Семен хочет попробовать первый раз Купите за то, что я научился Слушай, ну ты прям встал на доску? У тебя есть доказательства даже? Да Ну все, договорились Хорошо, договорились, сейчас проверим, посмотрим И тогда будем покупать такую доску А что же делать-то? Раз ты научился Ну ты осуществил свою мечту, да? И ты переодевайся давай Все, пора двигаться, пора двигаться Заметил несколько вещей здесь Смотрите, первое Вот такие вот трачки или пикапы По-русски их называют, да? Вот здесь, возле пляжа Люди прям в этих В кузовах ездят спокойно Прям полная машина И еще в кузове там Один, два, три, бывает и по пять человек И это типа нормально здесь Видно возле пляжа Вот И второй момент Сегодня мы уже 30 дней Как выехали из дома И живем в этом доме на колесах 30 дней в пути Вот И смотрите И оленя мы тут видим еще Смотрите Реальный олень Вот такой вот просто И тут машинка еще такая старая Ну короче Напоследок Все прелести этой жизни Олень Олень Смотрите Спокойненько так Не боится Вообще Поехали Информация о городке В котором мы были Городок называется Панама-сити Население этого города 36 тысяч человек Этот город посещает 17 миллионов туристов в год Представляете эту цифру? 17 миллионов туристов Жителей сколько? 36 тысяч 36 и 17 миллионов Значит Продолжительность Вот как бы Прибрежной полосы Всех пляжей Которые есть Возле этого городка Это 43 километра Дальше В этом В этот городок Называется Вот эта прибрежная полоса Эмеральдовое побережье Да Пляжи классные Очень такая Голубая вода Я думаю Вы уже Картиночки видели Вы уже представляете Как это И вода Не такая горячая Как Вот там Где мы были Возле Нейплс Возле Клэрвотер Все как бы Очень хвалят Этот Пляж Возле Клэрвотер Говорят Один из лучших Вообще Там самый крутой пляж Да Он нам тоже Понравился Но этот Нам больше Понравился Так скажем Вот эта Вот Северо-западная Часть Флориды Мы уже Почти с нее Выехали Мне Тоже Очень понравилась Она наверное Больше понравилась Чем центральная Там Флорида И южная Здесь больше деревья Повыше Их больше Вообще В принципе Больше деревьев Есть заболотистые местности Ремен подсказывают И вот эти даже здесь городки Маленькие деревеньки Создают впечатление Очень Уютности Аккуратности Вот в принципе Чуть-чуть поджарился И надеюсь Что не сгорел Сильно Так Немножко Красный Но Вроде бы Не сгорел Завтра Завтра День покажем Но он там Освоил Как кататься На этом Как называется Та досках Скенборд Скенборд какой-то Вот Он доволен Счастливо Осуществил свою мечту И это круто И теперь следующая задача Приобретения Та доски Естественно Он пришел мне И сказал прямо Папа Я научился Теперь давай Покупай мне такую доску Ну и мама Ему уже пообещала Осталось совсем немножко Переехать жить на пляж Да Окей Поэтому вот такой Еще один день Сейчас мы просто будем Ехать 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 Наверное Часа 2 3 Может 4 Выйдем уже из Флориды Да Наверное Уже выедем Из Флориды Вот Ну и где-то Мы заночуем Сами не знаем Пока где Поживем Увидим Если все нормально То увидимся завтра Спасибо вам За то что были Еще один день С нами Всем пока 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 Пока